Продолжение следует... Я думаю, что в прошлый раз, вчера мы говорили о глубокой древности, о том, что предшествовало на много веков и даже тысячелетий новой литературе. А сегодня я буду гораздо ближе к нашей основной теме и даже упоминать текст времён года Метой Данилайтиса. В связи с некоторыми новыми данными, касающимися реконструкции, частично на основе вновь открытых фактов, а частично и на основе новой интерпретации давно известных старых текстов, того же Данилайтиса, и вообще данных балтийских языков, общей картины названий времён года в индоевропейском. Как вы уже помните по нашему обсуждению вчера, есть довольно большая проблема в количестве первоначальных времён года, сезонов, как они выделяются. И в частности, по отношению к индоевропейскому, проблема заключается в вероятном постепенном переходе от древней трёхчленной системы времён года, но которая в каком-то преображенном виде, видимо, отражена и в древнегреческом мифе, о котором я говорил вчера во втором докладе. От трёхчленной системы происходит постепенный переход к четырёхчленной системе. И мы можем, с большей или меньшей надёжностью, восстановить элементы этой древней системы. Я начну с того, для которого сейчас выдвинуто много новых объяснений и новых фактов. Отчасти, прежде всего, реинтерпретация, новые истолкования балтийских данных. Это то слово, которое отражено в литовском, в его диалектах, в форме «васара» и в соответствующем, тоже восточно-балтийском, латышском «васар». Ну, с производными от них. Оказалось, что для этого слова есть очень интересное соответствие. Буквально только что найденное. Но, знаете, по темпам нашей науки, всё-таки это наука о древности, движется медленно. Но вот на протяжении последних 15 лет в сферу внимания учёных вошли тексты, которые были раньше неизвестны. Эти тексты, представьте, написаны на языке географическим, но и по времени очень отдалённым от балтийских. Но по диалектному месту среди говоров древнего индоевропейского праязыка обнаруживается много связей с балтийским и с балтославянским. Я имею в виду так называемые тохарские языки китайского Туркестана или восточного Туркестана. Это языки, основные тексты которых написаны в 7-8 веках нашей эры, то есть примерно полторы тысячи лет назад. Большинство этих текстов – это переводы буддийских сочинений, философских, религиозных, отчасти поэтических. Переводы главным образом санскрита и языков, близких к санскриту. Но среди таких текстов, которые довольно трудно читать, просто из-за скорописи, которые они написаны, это написано таким специальным центрально-азиатским вариантом индийского письма Брахме. Тексты из оазисов китайского Туркестана. Там обнаружилось некоторое количество текстов из монастырей буддийских. В частности, часть этих текстов находится в Санкт-Петербурге. Это результат деятельности первого русского консула в Кашгаре Петровского. Он открыл первые тахарские тексты еще в XIX веке до дошифровки тахарского языка. До того, как было установлено, что эти два языка – это индоевропейские. Ну и были и дальнейшие русские экспедиции, которые привезли. Тексты в основном только сейчас они напечатаны. Их много лет не просто с трудом читали. Вот в этих монастырских текстах есть название «весеннего злака», которое в одном из тахарских языков сохраняет, видимо, достаточно древнюю форму. Вы помните, как звучит приведенное мной литовское и латышское слово. Почти та же форма сохранена в тахарском «вусар», как название «весеннего злака». И в другом тахарском языке начальное «вопалатализовано», то есть вместо «ву» есть «палатальный» и «сар». Пытаясь интерпретировать эти тексты, выдающийся Тахара Вет, работающий в Саар-Брюкене в Германии, а также некоторые ученые, которые за ним следовали, как говорится, «ваш покорный слуга», а также польский ученый Витцек, в последнее время также писавший на эти темы наш чешский коллега Блажек, мы все пришли к предположению, что в тахарском сохранено древнее значение, именно «весенний злак», еще не «весна». Но в большинстве индоевропейских языков это же самое слово мы видим уже в основном значении название времени года, сезона. Это греческая «эр» – «весна». Древнеиранская в языке авиастрийском пишется «вахри», но, по-видимому, читалась «вари». Древнеармянская «гарун» – «весна». Ну и латинская «вэр», древнеисландская «вар». Ну, соответственно, литовская «васара», в смысле «лето» – это слово такого же типа. Но, как правильно заметил Шмидт, в латышском «васарине» – «поле с летними злаками» и «васара слайкс» – «время сбора урожая летних знаков». Встречается тоже значение весеннего ростка, весеннего злака, что и в литовском, это мы уже добавляем к тому латышскому материалу, который есть у Шмидта, «васар кветис» – «овес весеннего посева», «яровой», «васар угес» – «весенний росток». Для перевода я использовал русское слово «яровой». Оно происходит от другого корня, от того, который английское «ео» – общий индоевропейский термин со значениями «год», «время года» в широком смысле. Ну, по выкладкам Ильича Свитовича, вообще нашей иностратической школы, это слово даже более древнее, чем индоевропейское, то есть одно из самых древних слов. И оно тоже очень ясным образом указывает на то, что значение весенний злак может быть очень древним. Но в нашем случае, в случае, связанном с этим корнем индоевропейским, оказывается возможным, интересным образом проанализировать промежуточное значение. Значение, где соединяются идеи весны и название определенного злака. Некоторые проблемы в интерпретации, но важные для точного перевода хетского текста, который я приведу, некоторые проблемы возникают по отношению к древнейшему из известных индоевропейских языков, северноанаталийскому, то есть на территории современной Турции, обнаруженному хетскому языку 2-го тысячелетия до нашей эры, то есть 300-м тысячелет назад. Там описывается весенний злак и интересные магические церемонии, магические ритуалы с ним связанные. И название явно очень старое, индоевропейское, но точно родственное вот этим балтийским и другим формам, но при этом возникают некоторые проблемы. То есть это злак или плод, у которого как бы такое чешуючатое строение, вроде нескольких лепестков. Ну вот я вам приведу просто вероятный перевод этого хетского текста. Это часть магического ритуала. Также, это магия, поэтому речь идет о том, что этот ритуал обеспечивает защиту от зла, так же, как есть защита в структуре самого растения. Так же, как это растение, значит, в одном переводе, который принят большинством ученых, лук или какое-то луковое растение, или чеснок, согласно переводу польского коллеги Вицека. Так же, как этот лук или чеснок, закрыт или завернут листьями, другой перевод, шкурками, и ни один из них, из этих листьев или из этих шкурок, не пускает другого. Точно так же, по образу лука или чеснока, пусть зло и клятва, проклятие и человек обрядово оскверненный будут в храме закрыты, завернуты. Смотри, я очистил этот лук или чеснок. Вы видите, мы насколько несерьезно относимся к тому, что мы делаем с растениями. Древние люди, когда они работали с луковицей, они понимали, что луковица устроена как наша жизнь, и мы можем со своей душой проделывать такие же операции наподобие того, что мы делаем с растениями. Так представьте, что это замечательное растение по-хетски называлось шупи-васхар. Что касается васхар, это точное фонетическое соответствие васара и всем другим словам, которые я уже привёл, но с таким существенным отличием, что хетский язык и другие анатолийские языки, древние индоевропейские языки на территории Турции, сохраняли во втором тысячелетии фонему, звуковой элемент х, который исчез в других индоевропейских языках, но дал очень существенные эффекты. То есть это знаменитый ларингальный звук, который был предсказан гениальным швейцарским учёным Фердинандом де Сассюром за 50 лет до дошифровки хетского, а потом был обнаружен в хетском языке, и поэтому мы в этом можем видеть прямое доказательство того, что наука, о которой я сегодня вам докладываю, действительно точная наука, то есть она в состоянии предсказывать назад то, что мы потом находим в эксперименте. Значит, супи-васхар – сложное слово, первая часть которого – ритуальное обозначение чистого священного, вторая половина – вот это название растения, и, я думаю, правильно, те учёные, как Шмидт, которые обнаружили возможность такого соответствия, обратили внимание на важность данных балтийских, в частности, восточно-балтийских языков, ну, в частности, и того, как используются не только вассара, но и производная павасарина. Ну, когда Донилайтис в Мятой говорит о радостях весны по вассарию «ликс мибес», он использует вассара «лето», венитный падеж единственного числа, в значении «весна», и, вместе с тем, как антоним «зима», на сочетание павасари с вянчем, ну, если кто-то захочет посмотреть текст, это 93-я строка, до этого я приводил строки 11-ю, 12-ю, Так вот, соединение с павасари соответствует такому же вассара с вянча в строке 308, ну, и в следующих строках 1-й и 4-й. То есть, иначе говоря, оба термина для этих двух времён года объединяются. То, касается западно-балтийского, прусского, мёртвого языка, который вот много исследовал Владимир Николаевич Топоров, которого вчера так хорошо вспоминали, и, к сожалению, тоже уже покойный наш с ним общий друг и товарищ по аспирантуре Витас Асмажюлюс, в прусском было использовано другое слово в значении «лето», древнепрусское «дагис», родственное по корню древнеиндейскому санскритскому «нидагха» «лето». Но в то же время в западно-балтийском, то есть в прусском, сохранялось два элемента из той общей системы, о которой я дальше буду говорить. То есть это видоизменение было частичным, но зато в прусском мы находим типологически точно такое же сочетание с этим корнем «даг». Древнепрусское «дагогайдес» – овёс, который сеют весной, и «дагогаугес» – весенний росток – семантически точно соответствуют тем восточно-балтийским, литовским и латышским формам, которые я в этой связи только что приводил. Почему это открытие представляет особый интерес, почему важно то, что обнаружено, что индоевропейское название весны, по-видимому, это основа на «р», которая образована в проиндоевропейском. Дело в том, что этот тип образования, я потом приведу аналогичные формы для других сезонов времён года, этот тип образования связан с той общей индоевропейской категории, которая обнаружена в основном тоже благодаря находкам последних десятилетий, касающихся хетского и других анатолийских и тахарских языков. Эта категория раньше предполагалась, но не так достоверна была. Я имею в виду категорию особых собирательных имён. Их существование, я уже сказал по поводу Сосюры, что лингвистика – сравнительно историческое языкознание, такая наука, которая умеет предсказывать то, что потом подтверждается фактами. Первое предсказание этого рода было сделано замечательным немецким специалистом по сравнительному языкознанию в XIX веке Нюханом Шмидтом в его знаменитой книге о формах множественного числа индоевропейских имён среднего рода. А в этой книге он доказал, что никакого множественного числа среднего рода не было, а это были особые собирательные формы типа… Я приведу примеры из того, что было найдено в XX веке и подтвердило правильность его догадки. Типа хетского «эсхар» – «кровь», которая имеет соответствие во всех древних языках, санскийская «асарка», «кровь» и так далее. Особенность этих имян заключается в особого рода склонении. У них в именительном, в винительном падеже – это падеж как бы основной, словарный падеж, в котором выступает это слово. В этом падеже у них примета собирательности – это элемент «р». Ну вот как в «васара» и в хетском «вэсхар» и так далее. А в других падежах, кроме именительного, в винительного, основная примета «н». И представьте русское и вообще славянское название «весны» – «весна». Это то же самое слово, но по вот этим законам древнейшего эндоевропейского основы образования «р» в «васара» – это старый элемент собирательного слова среднего рода, который имеет это «р» только в именительном, в винительном падеже, а в других падежах имеет «н». Обычно в каждом диалекте сохраняется одна из этих двух возможностей. Вот тахарский язык, так же, как и восточно-балтийский, сохранил элемент «р», славянские языки сохранили элемент «но». Иначе в слове «кровь». Вот приведенная мной «эсхар» – «кровь» в санскритское «асарка», «кровь» имеет соответствие в латышском, в очень древней форме, «асиньс» – «кровь». Эта «асиньс» имеет элемент «но», аналогичный «но» в русском «весна». Значит, это одно из таких больших открытий сравнительного заказания. Но, пожалуй, эндоевропейское сравнительное заказание в XX веке может гордиться двумя подтверждениями догадок XIX века. Одно, я уже упомянул, это ларингальные предсказанные «сосюром», другое – вот эти собирательные имена «нар» в умеетном-увенительном падеже, но в других падежах предсказанные когда-то Шмидтом. Вот оба эти предсказания видны в древнехесском «весхар», которое позволило нам объяснить, во-первых, то, как образовалось это название «весны» из древнего названия «злака», а во-вторых, позволило уточнить древнюю форму этого. Когда я вслед за Шмидтом стал заниматься этой проблемой, нашими догадками очень заинтересовался мой, к сожалению, теперь тоже уже находящийся не с нами, замечательный наш лингвист более молодого поколения Сергей Анатольевич Старостин. И Старостин как-то незадолго до своей безвременной кончины мне звонит по телефону в большом энтузиазме. Он обнаружил подтверждение всем этим реконструкциям. Как вы знаете, Старостин, след за Ильич Световичем пытался реконструировать более древнее состояние эндоевропейского, более раннее, чем проэндоевропейские. В частности, это можно сделать, потому что эндоевропейский родственен другим древним языкам Евразии, таким, как, скажем, уральский, к которым относятся финно-угро-самодейские. И вот Старостин в ходе этих своих занятий обнаружил и чрезвычайно обрадовался сам, и надеялся меня порадовать тем, что вот найдено подтверждение того, что действительно это древнее название злака, потому что оказалось, что эндоевропейская хецкая Весхар и литовская Васара и так далее родственны уральскому Вешна, вид злака, пшеница, спельта, которая сохраняется в финском и карельском Вехне, мордовском Виш, марийском Вист, ну и других формах, которые я сейчас не буду приводить в подробности, потому что каждую из них надо объяснять, какие произошли изменения, но соответствие безусловное. Если кто-нибудь из Вас заинтересуется подробностями, я Вам скажу, что есть замечательный сайт в интернете, который легко найти, это Starlink, старостинская лингвистика, Starlink, так называемая собака, rinet.ru, и там уральская этимология номер 1729. Это единственное, где старостин сумел эту свою идею записать. Он вскоре умер и не опубликовал работу, но в его компьютерном сайте в университете Санта-Фе, который с помощью Гельмана он создал в Институте сложных систем в штате Аризона, там вот записан этот результат. Теперь не буду очень подробно говорить, но скажу только коротко, что из производных от этого индоевропейского слова, названия весны, с точки зрения нашей обозначения времен года, значительный интерес, конечно, представляет название весны, периода, который предшествует лету. Значит, по-видимому, в Херском, я чуть-чуть продолжу начавшееся вчера с Емельяновым обсуждение этих загадочных шумерских названий и скажу вам, что херское слово для весны и раннего лета имеет основу хамесх. Заметьте, что, как вчера нам рассказывал Емельянов правильно, древнешумерское чтение эмеш, ну, понятно, что это явно та же самая форма. То есть я поэтому заинтересовался, не может ли быть это индоевропеизмом в шумерском. Но так или иначе, херское, хамесхант – это весна и раннее лето, но, по-видимому, это слово, которое содержит в себе начальный элемент, который обозначает «перед», то есть речь идёт о том, что предшествует лету, лету, который имеет форму «весхар». То есть это то же самое, что итальянцы, по типологии, то же самое, что итальянская «прима вера», сербо-хорватская «прольец» и так далее. То есть это комбинация названия весны и лета с элементом, который означает «перед» и так далее. Какие другие удается восстановить индоевропейские названия, которые входят в ту же древнюю систему? Опять-таки сравнивая формы типа балтийских с формами анатолийскими, балтославянскими и другими, мы находим следы древнего названия «зимы» в языках таких, как санскрит, как древнегреческий, албанский, некоторые другие индоевропейские. Основное название «зимы» имеет показатель «н». Вот я вам говорил, что весна – это элемент с этим «н», в отличие от «р», которое выступает в Тахарском, Хецком и других языках. Вот таким же образом можно полагать, что название «зимы» имеет эти два варианта с «р» и с «но», и вариант с «р» найден сейчас в Тахарском. Но также он, по-видимому, есть в древнегреческом «хеймеринос» «зимний», в древнеармянском, в известном многим из вас латинском «хибернос», но в ряде других индоевропейских языков, вам известных, чаще эта основа выступает с формой падежа на «н». Оказывается, также, что можно восстановить название, которое сохранилось от лета, лета в отличие от весны, и выясняется, что там тоже в нескольких языках сохранилось это «р». Но вы все знаете английское «само» и немецкое «зоммер», которое, по-видимому, это старое название лета с элементом «р». Древняя трехчленная система лучше всего сохранилась в хецком языке, и там имеется название «осени», которое совпадает с болтославянским. В хецком это название имеет несколько другую форму, любопытную именно для сравнения с болтославянским. Это хецкая «цен-осень», ну, цен, где «с», первый элемент – это соединение «т» и «с», то есть сопоставление с болтославянским названием «осени» достаточно очевидно, то есть это в сущности то же самое слово, что прусское «ассанис», «хербест» в древнепрусском словаре Эльбинга, общеславянская «есень», русская «осень», годская «ассанс», «лето» в переводе Библии, перевод греческого «терос», «время сбора урожая», то есть греческое «терисмос», годская «ассанс». Соответствующая основа гетероглистического имени «нар» была сохранена в древнегреческом, в сложном слове «опора», ионийская «опора», часть года между концом июля, восход Сириуса и первой частью сентября, восход созвездия Арктура, это конец лета, осень, осенние плоды, из древнего сложного слова «оп-осар», то есть опять эту осень, оказывается, сохраняет след «н», который представлен в болтославянском и в хецком, и основана «р», которая отражена вот в этом греческом сложном слове и в некоторых других. То есть, иначе говоря, вся эта система оказывается достаточно похожей на ту, которую мы можем восстановить для болтославянского, как развитие древней индоевропейской. Последнее, что я хотел сказать, что сопоставление с уральским оказывается возможным не только для весны, о чем вот взволнованно сообщал старости, но также и для основы осень, это тоже слово общее для индоевропейского и уральского, то есть нам удается восстановить хотя бы два элемента из трех, которые, мы полагаем, были в самом раннем индоевропейском. Два элемента восстанавливаются для индоуральского, то есть вот для какого-то диалекта на стратического, то есть это примерно 10 тысяч лет назад. То есть мы можем проследить развитие этой системы на протяжении примерно 10 тысяч лет, и, по-видимому, болтославянская система складывается приблизительно 3 тысячи лет назад. До этого около 5 тысяч лет назад имелась трехчленная система, в которую название весны включилось через это метафорическое описание весеннего злака, который стал знаком для весеннего цикла. И, как видите, это лингвистическое исследование происхождения названия весны подтверждает мифологические выводы. В мифах, о которых вчера мы говорили, весна, прежде всего, связана с растительной символикой. Поэтому, естественно, то, что когда появился особый хозяйственно-экономически важный сезон, время года, его название было произведено от растительного символа. Но это произошло, так сказать, на глазах истории. То есть мы можем описать, как и когда это случилось. Поэтому, мне кажется, что исследование системы названий времен года и, в частности, отражение разных этапов этой системы в метафорах и описательных выражениях и в балтийских языках, в том числе и в литовском тексте Даниил Айтеса, представляет интерес и для лингвистики, собственно, и для понимания соответствующих поэтических форм. То есть поэтика в данном случае основана на внутренней форме слова. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав Всеволодович. Есть ли вопросы? Я хотела маленький один вопрос задать, если можно. Как Вы относитесь к этимологии Константина Карулиса, который производит… Ну вот в этимологическом словаре латышского языка, в статье о Вассера, он говорит об идиоме, европейской идиоме «Ойс», объясняя её, интерпретируя её как светящий, блестящий, сверкающий и сопоставляя с латышским «ауст», то есть восходить солнце в начале дня. То есть Вы считаете, что это повторичное, это, может быть, более поздняя интерпретация, которая следует за ростком, то есть за этимологией, которая восходит к понятию весеннего ростка, или это какие-то разные параллельные истории? Я думаю, что это всё-таки разные корни. Это слово со значением «восходить», оно ведь тоже довольно существенно для мифологии, и с ним связаны многие названия некоторых мифологических существ, тех, которые, как аурора, видны при восходе солнца и вообще небесных светил. Так что я полагаю, что это другой корень, и есть основания во многих индоевропейских глагольных корнях с конечным элементом «с» в виде особый суффикс, так что вполне может быть, что в данном случае это «с» не относится к корню. В таком случае это просто другой корень, а корень имеет вот этот сонант «во», к которому присоединялся суффикс. Но это одна из возможностей, на которой я не настаиваю. А вот что несомненно, это то, что латышская «усиньс» и соответствующие литовские формы – это древние мифологические термин, связанные вот с этим значением восходить, восход, и у нас нет прямых доказательств. Понимаете, то, что я приводил, это ведь достоверные магические мифологические тексты, в которых видно, какова связь значения. Таких же достоверных доказательств того, что сюда же следует отнести вот этот глагольный корень, я пока не вижу. Но, может быть, мы со временем это найдем. Вы знаете, для глубокой древности довольно большая трудность состоит в очень малом объеме реконструируемых корней. Мы, в конце концов, чем дальше идем, тем более короткий корень обнаруживаем. Это объясняется очень просто таким изнашиванием, ну, знаете, без большого уважения к говорящим. Но в старинном духе, так, обывательским языком, эту тенденцию в развитии языка определил наш замечательный лингвист Поливанов. Он говорил, что основная особенность человека, который сказывается в развитии языка – это лень. Но на языке более ученым это называют экономией фонетических изменений. Термин, которым пользовался Мартиней, до него цифр. То есть, иначе говоря, мы стараемся приложить как можно меньше усилий. Поэтому корень или основа, которая может иметь первоначально много фонем. Вот, когда вы смотрите реконструкцию Ильича Светоча и Старостина, вы видите, что старые корни на стратическом языке имеют несколько, иногда очень много фонем, и особенно в языках типа северокавказских, где большой состав, количество фонем в языке большое. Но и в каждом корне много элементов. А по мере развития корни как бы изнашиваются, стачиваются. И поэтому требуется их соединять с новыми элементами. Поэтому, когда у нас остаются такие кусочки, как у ВС, нам, конечно, кажется, что все первоначальные корни, имеющие эти короткие отрезки, они все одинаковые. На самом деле, наверное, это аберрация нашего зрения за счет того, что мы имеем дело с очень поздними вариантами. Это не ошибка какого-то одного этимолога. Это трудность, которая имеет дело вообще этимологии. Мы все часто ошибаемся. Но еще к этому я хотел бы добавить, что, судя по открытиям, в частности, вот нашей акцентологической школы, Дебо и других ученых, которые с ним вместе работают, похоже, что ранее индоевропейский был тоновым языком. То есть в нем каждый слог имел не только несколько фонем, но и особый тон. А когда мы реконструируем, мы чаще всего не знаем подробностей тона, и поэтому опять-таки мы имеем отрезки, которые как будто похожи друг на друга. А вполне может быть, что если это язык типа вьетнамского или китайского, то в нем каждый слог отличался от другого тонами, которые мы не реконструируем, и поэтому тоже позволяем себе такие сопоставления. Поэтому я все-таки в общем виде занимался бы предательством по отношению к своим коллегам-этимологам и советовал бы вам, в той мере, в какой вы не специалисты по лингвистике, не очень верить этимологиям. Вот скажем, мы слушали вчера об этимологии дьякона, уважаемого нашего востоковеда по поводу шумерских слов, но он позволял себе думать, что если эмэш – это название весны, то представим себе, что эш – это суффикс, а эм – тогда это семитский корень. Но эмэш – это слово шумерского языка, и я вот привожу хеское хамес, весна, которая показывает, что это может быть и совсем не семитское слово, или слово вообще общее для многих разных языков. Значит, не верьте рассечением слов, которые предлагают этимологи, вот общее соображение. Вообще поменьше верьте этимологии. Это самая ненадёжная часть в науке, которая почти точная, сравнительное языкознание. Спасибо большое. Есть ещё вопросы? Людмила. Поскольку, пожалуйста, вот исполненное слово осень в латвичском языке называли асенс, асенс, совпадающее со словом, и может это быть причиной того, что последующее обозначение руденс, вот как раз… Последующее обозначение? Руденс. Руденс. Это современная руденс, что вот поскольку они, кровь и оси, одно звучание, вот этот слой исчезает из мира, и считается как обозначение оси и полости. Знаете, это, конечно, очень сложный вопрос, в какой степени нам легко формально объяснить вытеснение одного слова другим, потому что довольно много, может быть, смысловых, функциональных причин. Что касается самого слова осень, я его упомянул по поводу уральских сравнений. Уральские сравнения показывают, что старая форма имела совсем другой вид корня. Корень имел начальный, не ларингальный, но элемент, который мог отчасти быть похожим на ларингальный. Это был вилярный, исчезнувший в более позднем индоевропейском, сохранившийся в уральском. То есть, эта форма имела корень типа кес. Значит, то, что осталось начальное гласное фонемо, по-видимому, было связано с тем, что до этой гласной когда-то был вот этот исчезнувший индоуральский согласный. Поэтому балтийские формы продолжают старые индоевропейские, но уже в измененной индоевропейской форме с потери начального согласного. Что касается появления нового названия, ну, мне кажется, всё-таки очень важно, это, наверное, задача для каких-то будущих исследований, очень важно выяснить, в какой степени каждый раз, когда менялась система обозначений времён года, в какой-то степени влияла новая экология. Ведь несомненно, что восточно-балтийские языки, ну, несколько переместились по сравнению со своим местоположением, ну, скажем, 2 или 3 тысячи лет назад. То есть, ну, в общем виде, я бы сказал, что это было явно переменной в связи с миграцией с юга, возможно, юго-востока, если мы с Гомбрили за право, существенно на северо-запад, и такая миграция, конечно, легко могла привести к смене названий тех времён года, которые связаны с изменением климата. Так что я бы всё-таки здесь смысловые причины считал более важными, чем формальные. Хотя формальные тоже могли бы оказаться важными. Субтитры создавал DimaTorzok